Та самая карта, исполняющая желание. Карта желаний – популярный инструмент, который предназначен для реализации желаний в собственной жизни. Называют его по-разному. Карта желаний, карта сокровищ, vision board. Те, кто увлекается составлением подобных карт, утверждают, что правильно выполненная карта работает очень эффективно. И люди с ее помощью могут действительно изменить свою жизнь. Так ли это на самом деле – решать вам. Дело в том, что когда мы создаем такую простую композицию из наших желаний, мы помогаем себе сосредоточиться на собственных желаниях, не убирая их в долгий ящик. Мы, не осознавая, может быть, того, выделяем для себя самое главное – ставим цель, сосредотачиваемся, достигаем. Я создаю карты больше 20 лет, постоянно пробуя и экспериментируя, как они лучше работают. И в этом видео именно этим я с вами поделюсь. Вы на канале Magic Life, я, Ольга Скляр, и со мной исполняются желания. Ставьте сердечки в комментариях для энергообмена и поддержания баланса во Вселенной. Для Вселенной этот баланс главнее всего. И, конечно, подписывайтесь на канал. Вопрос, как сделать работающую карту желаний, волнует едва ли не каждого человека, который о ней знает. И я постараюсь ответить максимально подробно на все вопросы. И первое из них – время. Начнем, пожалуй, с самого важного. Когда создавать карту? Карту создают в начале, в преддверии китайского Нового года. Безусловно, это должно быть новолуние. Если вдруг кому-то хочется в течение года создать карту, выбирайте новолуние и избегайте холостой луны. Ближайшие идеальные и мощные дни для создания карты желаний – это будет 21 и 22 января 2023 года. Потому что именно 21 января наступит новолуние. Очень важно именно начать в новолуние. Продолжать можете и после. Однако я не рекомендую растягивать. Лучше все сделать за один раз, чтобы не рассеивать энергию. Какая должна быть карта? Самая лучшая карта, безусловно, квадратная. Согласно технике Багуа, восьми жизненных устремлений. Это квадрат, разделенный на 9 секторов одинакового размера. Окрашенных в определенные цвета, где каждый сектор отвечает за определенную сферу жизни. Опережая ваши вопросы, сразу уточню, что в Фэншуй юг всегда находится вверху, а остальные сектора занимают соответствующие стороны. Именно к этому я рекомендую прислушаться. Потому что именно это расположение секторов проверено десятилетиями, мною лично и работает на тысячу процентов. Какие виды карт бывают? Самый популярный вариант карты – это, конечно же, ватман. Также есть пробковые магнитные доски, а также есть блокноты желаний и, конечно же, электронные наборы для создания карты желаний. О них подробнее. Плюсом ватмана является, безусловно, его размер и возможность разместить все, что угодно. Места точно хватит. Но тот же самый размер и будет вызывать неудобства в хранении. Пробковые и магнитные доски удобны в использовании. Главное, если вы все же используете магниты или кнопки, старайтесь не проткнуть и не закрыть главный объект на прикрепленной картинке. Из-за простоты использования вы не особо будете вкладывать в энергию, а значит работать карта такая будет хуже. Блокнот желаний. Очень удобно отводить на каждый сектор по странице. Так можно вместить больше желаний и подробно их описать. Идеально подходят скетчбуки квадратной формы. Что касается электронной карты желаний, ее я не рекомендую от слова совсем. Когда вы делаете руками, вы вкладываете максимум своей энергии, наполняете ее и заряжаете уже во время создания. В электронном виде этого нет. Поэтому такие карты работать не будут. Размер. Самый замечательный размер для карты желаний, согласно Пэншу, это 60 на 3 на 63 сантиметра. Можно использовать 68 на 68, можно использовать 88 на 88. Строго ли соблюдать размер – дело лично каждого. Ваше намерение играет главную роль. Я придерживаюсь того, что нужно вносить свою энергию и сделать так, как понравится вам, на том размере, который нравится вам. Лично мой любимый размер, который работает, это формат А3. Сектора. Меня часто спрашивают, а зачем заполнять все сектора? Дело в том, что игнорируя какой-либо сектор, вы игнорируете и намеренно отказываетесь от счастья. Человек счастлив только, когда есть гармония во всех сферах. Истинно богатый человек – это самодостаточный человек как в духовной, так и материальной сферах. Перекосы обязательно вам откликнутся. Вселенная любит баланс. Без здоровья вам ничего не будет нужно, потому что вас самих не будет. Если вы сосредоточены на детях, все время потеряете себя. Хотите только материальные блага, превратитесь в бесчувственных марионеток, готовых на все ради денег. Те, кто говорит, что счастье не в деньгах и занимается только духовным развитием, а жить вы на что будете, превратитесь в отшельников и аскетов, думающих только о душе бессмертной. Мы с вами живем в восхитительном мире, в котором можно и нужно наслаждаться каждым днем. А также помните, что этот мир материален. Заполняем сектора. Здесь я хочу поделиться одним секретом. Его я в первый раз попробовала тогда же, когда положила карту желаний в багажник, решив, что ее присутствие постоянно в моем поле будет благоприятным. И опять же, это символизм. Автомобиль движется символично, движусь к своим целям. Об этом будет чуть позже. На обратной стороне карты я вклеиваю изображение зеленой тары, исполняющей желания. И прошу ее помочь в реализации моих желаний. И обязательно прописываю мантру «Ом тары ту тары ту рэ сваха» 108 раз. А затем уже приступаем к заполнению секторов. Все сектора необходимо предварительно закрасить в соответствующий цвет. Далее, конечно же, желания. Секторы заполняются различными картинками, которые являются воплощением ваших желаний. А также можно и нужно прописать желания словами. Помните правила формулировки. Подробнее у вас сейчас в правом верхнем углу появилась подсказка. Переходите и смотрите. Одно условие в карте желаний. Желания, написанные от руки, должны быть с энергией. То есть вы формулируете не просто «я богата», а «я богатею» с каждым днем. Итак, начинаем с центрального сектора. Самые благоприятные цвета для окрашивания, конечно же, желтый, допускается оранжевый, белый, бежевый. Сюда следует вклеить ваше свежее фото, где вы очень счастливы и отлично себя чувствуете. На фото должны быть только вы, ни в коем случае не фото пары. Это ваша карта. Красивые зубы, красивое тело, к которому вы стремитесь. Все, что касается вашего здоровья и вашего внешнего вида, вы размещаете здесь. Следующий сектор – изобилие, богатство и предметы роскоши. Верхний левый угол светло-зеленого цвета. Можно синим, голубым, лиловым. Все свои материальные ценности вы размещаете здесь. Украшения, автомобили, баснословные счета в банке, дома, яхты, самолеты, ваш доход из различных источников. Затем идет сектор славы и самореализации. Это верхний сектор красного цвета. Можно зеленый, можно розовый. Здесь необходимо разместить все, что у вас ассоциируется с успехом. Признание в обществе, ваша слава, авторитет, ваши награды. В моем случае в наступающем году я здесь размещу фото себя счастливой с заветной серебряной кнопкой YouTube. Сектор любви и партнерских отношений. Верхний правый сектор. Коричневый, можно красный, розовый, бежевый, терракотовый. Сектор поможет наладить личную жизнь, найти партнера, если вы в поиске, наладить отношения с возлюбленным, привлечь любовь в свою жизнь. В фото возлюбленных можно размещать фото пары со спины, сбоку, прохожих, похожих на вас. Если вы в паре, и это не новое знакомство, а прочный союз, и вы много лет вместе, то можете также разместить ваше совместное фото. Только в этом случае обязательно допишите, желание исполняется. Если оно совпадает с желаниями другого человека, можете указать его имя и приносит нам благо. Вообще размещать чужие фото нужно только после согласия. Можно делать в фотошопе себя в свадебном платье, если ваше желание является выйти замуж. Добавьте энергию в движение, разместите фото, где запечатлен процесс надевания колец. Не нужно размещать, не надо размещать просто фото колец без жениха и невесты, потому что это говорит о том, что вы просто хотите кольца. Сектор семья и отношения с родственниками, зеленый, коричневый, синий, поможет достичь мира и гармонии в отношениях с близкими. Разместите фото вашей семьи, самые радостные, самые счастливые минуты или фото такой семьи из интернета, можно со спины, семью на прогулке, милоболтающих свекровь и невестку, домашних животных, если вы о них мечтаете. Поместите тут все, к чему вы стремитесь в семейной жизни. Если что-то не поместится в центральный сектор относительно здоровья, то расположите эти желания здесь. Следующий сектор – это дети и творчество. Белый, серый, серебро, золото, желтый. Здесь размещают детей, которых еще нет, но очень хотите. Если у вас не получается забеременеть, то наклейте фото беременной девушки или с полосатым тестом в руках, снимок УЗИ. Желательно фото пары, мужчины и женщины, а не одной женщины. Ищите лица, обезличенные фото, со спины сбоку, похожие на вас, либо вставляйте свое лицо в фотошопе. Разместите фото младенца, чтобы ваша беременность благополучно завершилась и у вас появился здоровый малыш. Можно кормящий мамы, но, пожалуйста, не располагайте в этом секторе фото беременных с лекарствами в руках. Если же вы не планируете детей и уже являетесь их счастливыми обладателями, здесь это не важно, то ничего не пишите. А что касается творчества, это может быть ваша книга, ваш проект, ваше детище, может быть, ваши хобби, танцы, пение. Может быть, фотографии, изображения гаджетов, если вы пишете какие-то тексты и ваша работа связана с работой с компьютерами. Все, что вас вдохновляет. Этот же сектор поможет наладить сексуальную жизнь, испытывать страстные отношения с супругом, если чувства вдруг остыли. Поможет соответствующее фото и аффирмации вроде «у меня страстные отношения с мужем», «я наполнена сексуальной энергией и страстью». Следующий сектор – это сектор знаний, мудрость, обучение. Желтый, оранжевый, бежевый – учиться ведь никогда не поздно. В каком бы вы ни были возрасте, какой бы социальный статус ни имели, всегда стремитесь к новым знаниям. Человек рожден, чтобы познавать. Разместите здесь фото диплома, сертификата, книг, учебников, изучение иностранных языков, желание танцевать, поездки за границу с целью практики языка, с целью обмена опытом. В этом секторе можно изображать фото конкретных людей, тренеров, учителей, у которых хотите учиться. Только подбирайте изображение сзади, издалека и сбоку. Не пренебрегайте этой сферой жизни, ведь это ваш опыт, ваша мудрость, то, что вы потом передадите своим детям и внукам. Следующий сектор – это сектор работы и карьеры. Синий, голубой. Этот сектор поможет вам продвинуться по карьерной лестнице, получить желанную работу, увеличить заработок, изменить профессию, развить свое дело. О чем вы мечтаете? Может быть, о развитии своего бизнеса, открытии ресторана. Разместите здесь фото встречи деловых людей, переговоры. Если же вы хотите работать дома, можно фотографию вас в обстановке, в домашней, в работе за компьютером. Можно использовать фото счастливых людей, заключивших удачную сделку. Можно ваши фото счастливого, поднимающегося по лестнице к успеху. Офис компании, в которой вы хотите работать. Напишите желанную оплату труда или фото с нужной суммой денег в руках. Конкретизируйте сумму, не обобщайте «хочу много денег». Я получаю миллион рублей ежемесячно. Следующий сектор – это сектор путешествий и помощников. Нижний и правый сектор – серого цвета. Можно серебряного, золотого или бронзового. Фото желанных стран, семьи на пляже или изображение визы, загранпаспортов с билетами. Помощниками могут быть люди, которые встречаются в вашей жизни или помогают вам. Коллеги, руководители, начальники, наставники, учителя. Вы можете получать помощь от совершенно неожиданных людей в разных источниках. Если этот сектор будет активирован, если у вас есть такой человек, то можно упомянуть его. Но лучше размещать изображения каких-либо небесных помощников, в которых вы верите. Может быть, джина, феи. Можно здесь же продублировать тару, исполняющую желание. Вы также можете разместить просто фото волшебные палочки. Всего того, что вызывают у вас ассоциации дополнительной силы, помощи и исполнения желания. Залог успеха. Залог успеха любого действия, направленного на исполнение желаний, достижение целей – это, безусловно, вера в успех. Начнете сомневаться – ничего не получится. Расслабьтесь. Вы сделали все, что от вас зависит. Вселенная всегда исполняет наши мечты. Просто доверяйтесь. Хранение. Многие хранят карты желаний в рамках. Это придает законченный эстетичный вид. Многие говорят, что карту вы должны постоянно видеть и видеть свои цели, к которым идете. Главное, старайтесь все же не показывать свою карту другим людям. Я пробовала разные варианты хранения. Но самый быстро срабатывающий оказался лично мной и придуманный. Это случилось почти 11 лет назад. Я ввожу свою карту желаний в автомобиле, в багажнике, скрыта от других глаз. Она лежит в багажнике под полочкой, скрывающей запасное колесо. Вы представляете, каково было мое удивление, когда меньше, чем через 3 месяца я случайно полезла за секреткой, взяла карту в руки и увидела, что все, что там изображено, у меня уже давно есть. А я и забыла, что у меня есть эта карта и что это есть на моей карте. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, если понравилось видео. А те, кто хочет поддержать канал или поблагодарить меня за классный контент, все реквизиты есть в описании. Благодарю вас за просмотр. Обнимаю вас.